книга открытым оком тема суды том 2 вопрос 812 могут ли верующие подавать заявление в суд например за изнасилование отвечает игнатий тихонович лапкин книга деяний 25 глава 11 стих ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти то не отрекаясь умереть а если ничего того нет в чем сии обвиняют меня то никто не может выдать меня им требую суда кесарева первое в ветхом завете библия недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении в каком-нибудь грехе которым он согрешил при словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится всякое дело если выступит против кого свидетель несправедливый обвиняя его в преступлении то пусть предстанут оба сии человека у которых тяжба пред господом пред господа пред священников и пред судей которые будут в те дни судья должен хорошо исследовать если свидетель тот свидетель ложный ложно донес на брата своего то сделайте ему то что он умышлял сделать брату своему и так истреби зло из среды себя и прочие услышат и убоятся и не станут впредь делать такое зло среди себя да не пощадит его глаз твой второзакония 19 глава с 15 по 20 стихи 1600 лет до рождества христова далее рх 2 лжесвидетель и не останется не наказанным и кто говорит ложь не спасется притчи соломона 19 глава 5 стих тысячу лет до рождества христов 3 в книге пророка даниила 13 в главе повествуется о том как два старца судьи старейшины по предварительному заговору оклеветали красивую и богобоязненную жену сусанну бывшую замужем за очень богатым и почтеннейшим из всех сусанну путем шантажа беззаконные судьи принудили принуждали к сожительству с ними якобы ими захвачены в момент прелюбодеяния с юношей неким за отказ отдаться им они оклеветали ее и суд приговорил ее к смертной казни но молодой юноша даниил уже близ эшафота произвел допрос выявил истину и поступили с ними так как они зло мыслили против ближнего по закону моисееву и умертвили их и спасена была в тот день кровь невинная стих 62 память 30 декабря нас то 600 лет до рождества христова второе в новом завете вторая часть первое я писал вам не сообщаться с тем кто остается троеточие злоречивым или пьяницу троеточие с таким даже не есть вместе внешне же не членом церкви судит бог и так и изверните развращенного из среды вас это первое послание коринфянам 5 глава 13 век трансто стих первый век после рождества христова второе разве вам позволено бичевать без суда книга деяний 22 глава 25 стих первый век после рождества христова апостол павел 3 павел сказал я стою пред судом и судимы книга деяний 25 10 26 32 4 апостол павел сказал я принужден был потребовать суда у кесаря книга деяний 28 глава 19 стих книга правил с 1 по 9 век по рождества христова суд должен производиться не по вражде при страсти и человекоугодия карфагенский собор 16 правило 318 год обвиняемый может отводить подозреваемых им судей кирилл первого и может просить нужного времени для своей защиты не должно принимать доносителей у которых одно из многих приносимых им извинений уже было исследовано и осталось недоказанным карфагенский собор 145 правило обвинение от одного даже епископа не приемлется карфагенский собор 147 правило кто не явится по повестке в суд по нужде и в двухмесячный срок не должен быть общение доколе не очиститься по делу карфагенский собор 28 29 90 правило верующим разрешается просить гражданские власти для обуздания пренебрегающих повеления божия и царский уголовный гражданский кодекс премудрый 3 879 год для обуздания таких и приведения в порядок карфагенский собор 70 78 59 правило двукратный собор 9 правило 861 год непокорных и пятим яме предавать гражданской власти причиняющим другим обиды отлучать феофил 14 правило 385 412 годы в церкви должны быть исполнители которые наблюдают за исполнением выходящих указов и постановлений и не оставлять без исполнения их по уклонению или упорству карфагенский собор правило 108 не достает времени процитировать законы правила святого царя греции истиниана замужеложество и скотоложество повелевающие отрезать деторудный член клеймить лоб каленым железом и ссылать в рудники сравни регистрация секс меньшинств мэром москвы гавриилом поповым бывшим и прочие указы святого царя христианина и так верующий может искать защиты от беззаконий у мирской власти или просить ходатайства других о том и о пересмотре его дела книга бытие 40 глава 14 стих около двух тысяч лет до рождества христова иосиф сказал находясь в тюрьме бессрочно сделай мне благодеяние и упомяни обо мне фараону и выведи меня из этого дома ибо я ничего не сделал за чтобы бросить меня в темницу